неожиданное наследство нас ждет меня вас приветствую друзья с вами вирус и такая дополнительная миссия нас ждет здесь вот где-то летал этот дракончик недобитый совсем близко совсем рядышком посмотрим что он охраняет что нас ждет что он приземлился сейчас нас спалит и нападет нас возле этого дома давай сразу сразимся здесь дом-то разрушены счета курица размахалась крыльями вот и все раз кудах твой сына здесь так дальше что тут интересно у нас подвальчики сейчас найдется что дом нафиг разнесли кичер тем все жаждущие сокровищ дракониды эти смола руны каменя так ты на самом деле здесь особо ничего не я бы в дневничок прямо так и записал но по факту и в этой карте ничего не мало задание выполнено чё задание завершено все честно все по справедливости осталось только вот здесь бандюков наказать и можно идти миссию сдавать дополнительно вот розочку для начала так и для начала розочку мы закроем хоть это в одном месте но так погнали в плотва иди сюда и кончай извозом заниматься частным лицензию ведьмака сначала получи без его разрешения тень нельзя этим заниматься когда ты поймешь а ну или не пались хотя бы как в спарте наказывали не за то что детей и они там воровали за то что их поймали так что намек поняла плотва не хочешь чтобы все было хорошо прям подходи вплотную к ведьмаку как только где позвал прям можешь телепортироваться прям со всех ног сбивай всех подряд хорошего понемножку шоу рыцарей ублюдите ли закона и порядка идите суда запоминать некому будет как вам такой прием очка рыцари как умирать будешь у тебя кровотечение нет неожиданно я ждал что ты уже умрешь сам так бутерброда о записочкам лагере мы разбили в развалинах наблюдательной башни согласно приказу я надеюсь что долго нам здесь сидеть не придется дописка на полях важно брен проиграл мне в гвин 200 крон но его нечем заплатить я должен вычесть это у него при ближайшем деле же добычи скука 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 мы сидим тут уже восьмой день и не происходит ничего кроме того единственного каравана зерном который мы ограбили а купцов отпустили в одних портках надеюсь что через какое-то время наш отряд перебросит более интересное место а то еще немного и мы от скуки все как один пересеремся так окей где у нас тут еще трупик остался и ваши заначки доспех доспех погнали плотва кстати можно вот сюда отправиться все таки сбегать до закрыть у этого монстрика убить будет очень кстати так ну давай тут часть телепортируемся там разберемся там же еще как раз там же печенка да я уже на нее забил на печенку геральта даже с цири и несмотря на себя предостережением которые я не видел хе-хе-хе ну а тот момент естественно я говорил с ведьмаком есть определенные проблемы поэтому есть определенные принципы так ну да пропустите вы достали ну платить вам все равно не буду платить я вам все равно не буду ну что вы твой друг отомщен кабанихи я так и знала что ты это сделаешь кошачьи глазки рассказывай кто за всем этим стоял это были братья ордена пылающей розой и что ты с ними сделал жёг их раскаленным железом выколол им глаза спустил с них кожу нет я просто их убил такой красавчик и такой скучный вот тебе кошачьи глазки твои золото купи себе на него порунцы и куражу обязательно так ну и расскажем о приключениях братца ольга бочка из-под селедки воняет рыбой твоим услугам ваша милость слава родовидов сир ольгард пишу вам по той причине что не люблю нападать врасплох я нахожу внезапные атаки дурным тоном я хочу уведомить вас что я не потерплю подобного поведения на принадлежащих мне земля если вы предпочитаете общество недостойных хамов это ваше личное дело и я не вправе вмешиваться но в мои намерения не входит превращение моей собственности поприще для их буянство и блядство следующий раз когда вы и ваши вахлаки вахлаки решите пересечь границу моих владений будьте добры уважать мои порядки иначе я привяжу вас купляшки лошадей и прокачу по дну скалистого ущелья помните об этом дорогой господин когда вы и ваш брат снова вступите на мои земли с уважением эрик дюба также известны как безмятежный что они вытворяют развлекаются большие детки понимаешь у тебя то есть дети гераль нет ах да я и забыл что ведьмаки бесплодны но не смотри так на меня лучше скажи что тебе привело о сыграем гвинт есть вариант хорошо а ну-ка давай ладно сверху один интересных людей ты собрал в свою компанию интересны то что в них интересно гуляйки и пьяницы все до одного где что их набрал таких кто-то со мной с давних пор кого-то собрал по большим дорогам остальные сами меня нашли по крайней мере теперь есть кем выпить а с тех пор как я путешествую вместе с ними мои старые враги сидят тихо так ты ж бессмертно течу бояться никогда не видел подобной сабли откуда она и зафера это подарок любой хлыщ может нацепить себе у пояса саблю и носиться с ней изображать какой он грозный а моя сабля обещает что если я ее выну головы то покатится сразу остужает пыл у тех кто хочет поспорить с ольгертом фон эверикан знаменитым разбойник мой медальон подсказывает что она магическая разумеется не думаю что ты когда-то видел оружие лучше этого я все думаю как же ты превратила фирца в чудовище все таки мне кажется что это было необычное проклятие это профессиональное любопытство или обычная людская дотошность тяга к самосовершенствованию хочу знать на будущее на будущее надеешься что тебе удастся выполнить три моих желания и все для тебя кончится хорошо посмотрим как кончится признавайся тебе помогал какой-нибудь чародей я дам тебе подсказку не ты один занимаешься исполнением желаний один превратила фирца в чудище по твоему приказу нет я сам это сделал но ты прав это не было обычное проклятие это было желание которое высказал в гневе я даже не думал что она исполнится а ну-ка а связи тут новые откуда ты знал того афирца которого превратил в жабу а ты любопытный ну ты же любишь поболтать о себе до чего уж скрывать этот афирец был принцем который путешествовал по миру инкогнито чтобы учиться чужим обычаям он втюрился в девушку которая уже была дорога мне но тогда я не мог равняться заморским аристократом а потому ее родители обещали ее руку афирцу хотя любила она меня знал бы ты как он перед ней выплясывал она спросила отчего он путешествует в одежде простого купца а он говорит мол я как лягушка из сказки достаточно одного поцелуя и обращусь царевича хотел быть лягушкой ну и стал лягушкой а ну-ка давай сыграем в гвинт для начала ты когда-нибудь играл в гвинт бессмертный просит тебя выполнить три желания а ты спрашиваешь играет ли он в гвинт боишься проиграть без проблем сыграю с кем-нибудь еще никогда не видел худшей попытки спрятаться в кусты раскладывать свои карты давайте нильфами у меня все тут при делах лютика назначать не буду вот асир иван она будет новая карта по моему цинтия тоже обложку поменяла погнали так чучело оставляем казнь оставляем шпиона естественно тоже братские сердца ну я бы сказал бы неплохо еще у нас все можно попытаться хотя какая разница ну или давайте ладно ладно ясный день тоже полезная штука хотя против монстров вряд ли буду использовать ее так погнали на отлично корова как раз прилетела ты проигрывать надумал пасу и тогда реально пасует смотреть но ничья это будет засчитана нам за победу в принципе смыслом у тебя до что-то сейчас даже если у него остались чучело-то пусть используется ваш ход милорд так нет 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 этого использую часть нельзя ближний бой ну давай ладно шпиона сразу посмотрим кого мне предложит я мог бы использовать чтоб лекаря потом заюзает но мало ли вдруг это он придется проигрывать так дракона ты рано выкинул золотого дракоши ты рано выкинул очень рано ну давай ладно тройку пока как-то он спокойно очень играет я бы сказал казнь ну вот лекаря если что как раз сейчас используем может засветить твои карты а у тебя еще казнь вампиры и гологлаз гологлаз значит трешки использовать нельзя подъезжает вампир так вот бой но если что корову можно будет еще вытащить давай попробуем наш ход давай пятерку казнь но он выкидывает свою мою восьмерку это было вполне ожидаемо я могу выкинуть его семерку сейчас там неизвестная карта осталась мне давай о принц жаба на эту карту играем судя по всему да принц жаба а поцелуй его расколдует не знаю никто не пробовал уничтожает самый сильный дальнобойный отряд или отряды вашего противника если общая сила его дальнобойных отрядов равна или превышает десяти то есть это очень кайфово вот как золотой дракон вариант карты и остальное даже выкидывать уже смысла нет проклятие как же я ненавижу проигрывать ну мои поздравления карта твоя спасибо но учитывая что у нильфов до принц жаба у нильфов колода поду мощную линейку стрелков порой бывает заточенным это жаба могла бы сильно нам насолить привет тебе от витальда ты с ним говорил я тебе не верю я не только встречался с ним но и выполнил твое желание интересно что он хочет тебе сказать я исполнил твое желание твой брат целый день развлекался как в старые времена сказать каждый может о чем ты докажешь этим почерк витальда без сомнения ты отлично справился это все или у тебя есть что то еще теперь я собираюсь заняться домом барсоди ну желая удачи руки убери еще такая дерзкая надо поговорить есть о чем они нет будь здоров жабка 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 а ну-ка карту эту можно использовать других колодах не жаль в отличие от дракона жабу использовать нельзя только для чудовища вот она жабина жабища так все пошли дальше а уже вступил сапог утер воняет так можно продать те хочу тут всяких вам как ты на это смотришь кстати краски предмет необходимы для задания но я уже покупал ну купим еще раз если он в мусор сразу не добавился нет мусор не добавился может еще и правда пригодится так и вот эту шкуру отлично так по мелочи тебе а ну-ка отфильтруем и оружие продам с этим фломом все отлично будь здоров будь здоров аукционный дом а он прямо здесь рядышком да у нас заданий больше как бы никаких и нет то есть все вот основное только задание одно единственное ничего другого к тому монстрику мы еще вернемся значит куда ли кузнецу привет покажи мне свои товары быка и и раз денег у тебя я смотрю уровень и клюют а по ремеслу давайте наверное сейчас еще разберем золотые предметы там золото нет нет может пригодиться разобрать то есть рубин золото рубиновая пыль но нам и рубин может еще пригодится магическая безделушка от я не верну это я не буду разбирать но чисто как память дорога вот этот хлам можно было это можно было бы тоже разобрать ну и все отдыхать будет ждать мы так тебя денег обратно вернули достаточно о а чё за заколотили объявление какой-то повесили до уведомляем что канал аксинфурта закрытые до последующего распоряжения подписано полковником альбрихт хоккен холл второй полк рядовый клеймер напоминали солдат на посту должен стоять прямо это аукционный дом барсоди точняк рядовой клянер вы на службе разговоры с гражданскими неуместны цель вашего визита любопытно вариданские солдаты да капрал вацлав на посту этот солдат мой подчиненный рядовой клянер смотри не обосрись от счастья командир что-то сказали а вам случайно не нужно быть на фронте приказ переводе 76 цвх задача охрана аукционного дома барсоди важность особая у этого барсоди при дворе связи он тут сбывает трофеи по самым высоким ценам а взамен получает охрану рядовой клянер эти сведения военная тайна кто-нибудь из хозяев здесь то есть единоличный владелец достопочтенный хорст барсоди он здесь я к нему по делу приказ 76 цвх внутрь допускаются только участники аукциона с именными приглашениями уверен мы договоримся сомневаюсь согласно приказу 76 цвх капрал вацлаву вожжа под хвост попала что нарушение субординации наказуемо того я вижу геральт ведьмак из риме вим вивальди банкир из откуда что есть то а не важно деньги границ не знают чем дело капрал вацлав вы перечите геральту господин вивальди ваш досточтивый друг не имеет приглашение на аукцион а а я имею проходите геральт будьте моим спутником но приказы может у нее деньги сразу отменить можно и что жалобу сержанту подать и пасть закрыть кто-то ребята в казарме посмеются чиха на обход шагом левой левой ох спасибо за помощь да ладно чего только не сделаешь для старых клиентов приятно иметь с тобой дело вим и жена моя покойная так говорила народ уже собирается на аукцион пойдемте наверх ну а что выставляют на аукцион все что есть ценного украшение редкое оружие всякую экзотику я здесь за полотнами портретистов мореборской школы ван дейка и вандер хуя я не знал что ты коллекционер конечно нет по мне все художники от слова худо а эти картины вообще все и фигуржу тогда зачем как зачем геральт я же диверсифицирую инвестиционный портфель объясню мне казалось что аукционный дом барсоди в новиграде был да переехал родовид предложил хорсту льготный налог ноль процентов ха щедрое предложение да а вот что называется дружественное государство вим на самом деле мне нужно поговорить с хорстом барсоди а вот с этим может быть проблема почему потому что не людям он страшный не то что его отец упаку милители его душу но хорст обычно выходит гостям на минутку я вас ему представлю буду очень обязан ерунда обязывает только векселя да ипотека ну добро пойдемте наверх так все хорошо надо осмотреться рубашка хакландского шелка расшита аметистовыми бусинами начальная цена 2000 крон читом рубашка красивый но сломался бы при первом же ударе вот я же должно быть из коллекции какой-то чародейки знакомый единорожек у нас тоже был кодек среды не ендис последний уцелевший экземпляр из коллекции чародея аэрамоса сыр боберже белое золото перламутр инкрустирована топазами боберже рубашка чем обязан шелка расшитами кучи дичей может йотан зериканский копья послужит прекрасным украшением гостиной будем знать как их на самом деле надо использовать да но у меня интересно что это такое а орден феникса где а где орден феникса мы требуем почему бы вам в самом деле не купить там могу устроить очень привлекательный кредит не бывает привлекательным даже в коверских даже в мореборских кружева красивая скульптура окончат свои дни украшением в саду кружевах то лучше всего так здесь торговец прям стоит за дверью не подходить проход запрещен какой-то подозрительный горожанин тык-тирик-тирик-тирик-тирик-тирик-тирик-тирик-тирик вижу есть время выпить до аукциона ли это же банкет но и что ненавижу банкеты все это болтовня ни о чем крохотные порции скверная выпивка ну не все так плохо вот увидите зато представлю вас паре интересных знакомых пожилая дама вон там это графиня миньоль вас точно найдется тема для разговора а вон там в углу гилберт говоришь поднялся на игре в квинт и яромир здесь антикварщик сноп таких мало о картинах все знает ну что пойдем поговорим с кем-нибудь не торчать же тут столбами не торчать а вот и торговец активировался вы чувствуете это запах денег нет дверь не рабочая битва под анхиари симпатично корабль покидающий порт это чё за бухгалтер торговец специями вон он как раз таки вот пейзаж ну что начнем с тебя давай здравствуй вивальди а это кто гераль ты зрели ведьма что думаешь о картинах которые сегодня продаются все вынюхиваешь на чем бы заработать чья бы коровы мычала же сам картинами торгуешь и друг мой верно но я наслаждаюсь ими а ты не отличаешь от ценных бумаг из всех искусств в тебе понятно разве что кулинария тоже неплохо ты ведьмак и что-нибудь знаешь о живописи на кое-что знаю хоть в это и трудно поверить глядя на мой непритязательный облик неужели что ж увидим ты знал что наш приятель вивальди владеет пятью полотнами вандер хуя но он не отличит их от картинок по пять крон за штуку я и спорить не стану так скажи мне ведьмак ценитель какое из этих полотен создана эдвардом вандер хуя мастером из марибора это ведь не составит для тебя труда а торговец как раз портрет купца единственное где запомнил что там написано было вот так вопрос ну конечно же купец жемчужиной надо же кто бы мог подумать позволь на минутку прости мне мою дерзость я полагал что ты невежда на манер вивальди в знак раскаяния я хочу дать тебе совет на аукционе можно будет за бесценок купить полотно ван рога этот художник незнаменит однако маркус ходгерсон хозяин книжной лавки на новиградском рынке платит за его картины хорошую цену ясно а теперь извини я вижу меня зовут друзья что он вам сказал ну мы можем сказать ему честно пофигу мне на самом деле нет посоветовал купить ван рога чтобы перепродать книги торговцу из новиграда интересно пойдем отсюда геральт меня уже в глазах любит от этой мазни он все-таки нам помог пойти о чем мы так будем жмотить ему так так то ну ладно поговорим с тобой торговка милостивая графиня позвольте представить вам моего друга геральта и зрели ведьмака из школы волка простите разве мы когда-то уже нет я узнала вашу школу по медальону слову геральт графиня миньоль известный коллекционер ведьминали ведьминали что это всякого рода предметы связанные с ведьмачьим ремеслом мечи и снаряжение медальон а ну-ка отчего же у вас госпожа такой интерес скромным убийцам чудищ приятные воспоминания моей столь далекой юности и говорите так графиня вы в самом расцвете это так мило господин и вальди но кроме ведьминали в моем доме есть еще и зеркала какова же жемчужина вашей коллекции старинный панцирь школы волка 1234 год классика продается ли он боюсь что нет это память о дорогих мне чувств но прочие ведьмачи цацки можно исторговать глядишь и наклюнется какая сделка мне как посреднику полагается скромная плата пять процентов не больше да ладно темы картинки подогнали собака ты что словим ни за что не упустишь шанса пополнить свой кошелек но почему бы и нет можно и поторговать что ты предлагаешь школы змеи доспех подавали у нас один есть как раз вот будет полный комплект чем быть хочешь купить у меня еще ты что их больше за фиштер там этом это тебе а выстраду так ладно не хочет графиня вы уже что-то присмотрели на этом аукционе но хорст барсоди клялся что выставить на торги то что меня заинтересует подробности он не выдал нет вы же знаете какой он ходячая тайна давайте сменим тему судари ведьмак не окажете ли вы даме одну услугу это зависит от услуги это мелочь я только что была на балконе и обронила там сережку думаю она где-то между досками но я не смогла ее найти может быть вы с вашими кошачьими глазами не беспокойтесь сейчас же поищу буду вам очень признательно сейчас вернусь я знаю какой будут успех собирать теперь так гилберт гилберт гилбертом с ним скорее всего можно будет поиграть в гвинт я этого современного искусства разлитое вино ничего больше тут ведь нет никакой сережки правда нет тогда прошу графиня объясните в чем дело только без шуток прошу простить я боги как это неловко вы вы знаете весь мир он немного ниже вас носил усы знаю ли я он научил меня всему что я знаю что как он сейчас могу я спросить неудобно получилось конечно можете но прежде расскажите что именно вас связывало никому я не говорила об этом но хорошо я расскажу в тридцать четвертом году зимой в оксанфурте завелась какая-то бестия это был флейдер кажется объявили награду в город приехал ведьмак весь мир из школы волка он искал следы чудовище возле нашего имения между нами сразу пробежала искра я послала ему записку с гувернанткой потом он приходил тайна каждую ночь но однажды отец что-то услышал весь миру пришлось поспешно уйти он даже не успел забрать на спех так вот она начала вашей коллекции да и конец нашей любви отец выписал на него гончий лист меня спешно выдали замуж счастью мой супруг умер молодым оставив мне приличное состояние и вот я живу воспоминаниями плохие новости боюсь вас огорчить прошу скажите он умер как ведьмак нет он умер как герой вот оно как спасибо за то что вы благородно терпели выжившую из ума старую не говорите так я стара и богатая могу говорить что хочу а сейчас прошу оставьте меня одну и я вернусь на аукцион грустно конечно там ну что поделаешь вообще вырастать до таких размеров так ну давай сыграем твой бинт приветствую здравствуйте очень рад но как уже решил за что торговаться будешь да нет куплю что понравится парадное что-нибудь на стену повешу нильфгард я угадал простите твоя колода для гвинта нильфгард верно ну там королевство севера я чаще играл почему он решил нильфгард что последний раз и играл все-таки чаще я играл из так посмотреть в разрезе на северу допустим ты видишь минус не стану спорить я так и знал спорю ты не из тех кто согласится на ничью скажу тебе по секрету гилберт что геральт игрок отменный отменный аукцион начинать еще не думают так может того партийку я почему бы и играем по крупному чему бы и нет рискнул до стола и колоду отлично тогда я сдаю геральт отойдем на минуточку что такое видите ли раз я устроил вашу встречу то будет справедливо если вы уступите мне часть выигрыша 10 процентов как посреднику ты ведь для этого нас и познакомил друг мой деньги не пахнут а уж я ты их повидал но так как то ладно что ж ты помог мне сюда попасть по твоему если выиграю 10 процентов тебе а может 15 да пошел ты добро играем но если проиграем ты выплачиваешь ему сумму проигрыш вот и все отчета думал просто так что ли все ну давай раз ты хотел чтоб я сыграл нильфгардами с ним собирают снова нильфгард и ты нильфгард да и у меня чучел нет уж это плохо но в принципе есть пара шпионов которые могут прийти на помощь в этом деле так что давайте даже мешать ничего не буду так и оставлю блин ладно я случайно ну ладно сойдет тоже неплохо сразу лютика выкидываешь отвечает и меня чучело так и не вылетит судя по всему зато есть казнь я могу одного еще и казнить на тебе еще обменяемся любезность вот чучело есть отлично вытягиваю вытягиваю причем утянул самого жирного не знаю почему но он вытянул именно его то есть можно сейчас ему кинуть этого шпиона и их двоих казнить но у него правда могут быть лекаря и и он начнет их также кидать мне восьмеру надо было те логичнее восьмеру было выкидывать намного логичнее братишка было намного логичнее практичнее он сейчас мне еще будет шпиона кидать я их начну уже вытаскивать лекарями могу 14 тебя забрать давай можно пасовать на самом деле пусть он выкидывает карту же меня устраивает давай он сдает раунд ну что ж пошли поиграем с тобой поиграем давай сейчас артиллерию либо стрелков вот так вот выбросим для начала геральда да ну окей хорошо давай тогда лекаря ох подожди а чуть за способность ох восстанавливает еще один случайно выбранный еще один умение воскрешающий отряд восстанавливает еще один случайно выбранный отряд но я же не выбрал кого воскресить на самом деле что за бред а ну-ка у дим интересный ты малый конечно так но пока давайте наверно сейчас униками хотите у меня преимущество в количестве карт пока есть попозже постараюсь под конец спалить но он шпиона закидывает так что преимущество уже нет я так надеялся но мы в любом случае если выкинем сейчас все карты то у меня будет коровка хотя бы так пусть ладно лекарь зашел бы найдем хоть что-то хорошее в этом хоть что-то десятки еще использовать нельзя у него может быть казнь десятки использовать ни в коем случае нельзя ты издеваешься так ладно хорошо у него уже преимущество он начинает десятки в принципе значит казнь уже не бросит как минимум одну десятку я могу затянуть вот вторую десятку я уже наверное не выкидывал ладно давай десятку еще сейчас можем усугубить ситуацию если пятерку еще одну выкинул у него есть казнь естественно у нее есть казнь есть еще одна десятка блин собака ты сутула я так вы что усилить но это сейчас я получу здесь по 12 у меня казнить нафиг выкладываю эту он десятки ну ладно я не помню тут плюс 3 или при они девятки девятки будут еще отлично ладно тогда можно подождать он выкладывает еще одну десятку можно посануть попробовать здесь уже до 12 доводить ни в коем случае нельзя мне сейчас здесь до десяток можно у нас равное количество десяток и сейчас выкину еще одну десятку у него будет пасуем короче как повезет у меня все таки коровка была дополнительная карта есть он может казнь сейчас сразу выкинуть нет он ходит с десяток значит казнить уже меня не будет точно семерка неплохо остается у него казнь но он пасанет я выиграл да да хороший раунд был хороший мне понравился не может быть гюнтер от зим ты точно жульничал наложил на меня чары эй полегче герберт а не то геральт потребует у тебя удовлетворения сам его удовлетворяй мелкий ты бородатый жмот индивидуальный подход клиенту называют аукцион вот вот начнется прошу занимать места идите вперед иначе ничего не будет видно да вот не так много народу Продолжение следует... На, давай. Продолжение следует... Да, не знаю, не делать так. Раз, два... Кто больше? Три! Многоуважаемый Яромир дает 300. Кто-нибудь предложит больше? 300 раз. Графиня Миньоль 350. Раз, два... Первый лот. Таинственная латунная фигурка уходит графиня Миньоль. А теперь лот номер два. Картина молодого новиградского художника Ван Рога «Звездная ночь над Понтером». Очаровательно. Начнем торг с 20 крон. Дамы и господа, кто же даст 20 крон? Блин, я захотел... Да, банкир Вивальди дает 20 крон. Я случайно группу нажал. 20 крон. 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 Дамы и господа, переходим к лоту номер три. Редчайший предмет. Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров. Некогда принадлежали знаменитому наемному убийце профессору. Начнем с 200 крон. Ваши ставки. А ну-ка, да, поторгуемся. Гилберт дает 250. Кто больше? О, прекрасно. Вальдемар Иванович Зайцев дает 300. 300 раз. 302. Дамы и господа, сударь с белыми волосами дает 350. Кто рискнет перебить столь щедрое предложение? 350 раз. Продано сударю с белыми волосами. Бесценные очки. Пусть же они вам верно служат. Какой волнующий аукцион. Первые три лота пройдены. Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим. О, Геральт, смотрите. Хорст Барсоди, идемте, пока его никто не заболтал. Но теплого приема не ждите. Привет, Хорст. Познакомься с моим добрым другом Геральтом из Ривии, который явился незваным. А все же мое присутствие принесло вам порядочный крон. В отличие от Вивальди, репутация для меня важнее заработка. Мой аукционный дом – это прежде всего место встреч элиты. И определенно мутанту-бродяге в нем не место. Думается, мне, господа, вы не с того начали. Может, если мы вместе поднимем тот за... Что тебе от меня нужно? А тут нет другого Барсоди. А нет ли в доме Барсоди какого-нибудь другого Барсоди, с которым я мог бы побеседовать? Чуточку менее обидчивого. Геральт, аукционный дом Барсоди был основан двумя братьями – отцом и дядей Хорста. В нынешнем же поколении. Это я и только я. Так что к делу. Сейчас же. Верно. Хватит дипломатии. Видишь ли, я должен взять дом Максимилиана Барсоди, что бы это ни значило. Что? Откуда ты о нем знаешь? Господа, сохраняйте хладнокровие. Нет нужды повышать голос. Откуда ты о нем знаешь? Отвечай. Ого. Ну-ка... Откуда? Давай скажем. От Ольгерда фон Эверика. Знакомое имя? Да. Стража, вывезти ведьмака и не впускать, даже если явится под ручкой с иерархом Хемельфартом. Поправде сказать, это был просто невинный вопрос. Еще хоть слово и мои счета перейдут к твоим конкурентам. Друг, мне жаль, но... не стоит утруждать стражников Хорст. Я выйду сам. Не припомни, что бы давал тебе право выбора. Стража! На улицу его! Ваши мечи. Закон обязывает их вернуть. Но закон не говорит, когда. так что сперва мы вашей милости как следует вломим для порядка. Ага. И правда, место встречи элиты. Чудно. Хорошей разминке я всегда рад. Оп! О, гусареца волчишка! Так, давай, чтоб мне видно хоть было. Еще дурацкая вот эта вот мышка после сообщения вылетела, теперь не исчезает. не люблю к там так делать даём мы полы иди сюда да ёб перный кардобалет давай-давай-давай давай-давай-давай-давай по одному слабо да порхай как бабочка да чтоб вас прикрывают они тут друг другу спину сколько мне мушкетеры прикрывают друг другу грудь блин черепашки ниндзя недобитые закон предписывает вызвать к раненому лекаря но не говорит как быстро так что придется потерпеть на чем хоть просто так изуродует ведьмак да так оно говорится мне нынче недонародных мудростей ты еще кто если пойдет как надо я твой союзник и зачем ты мне нужен взять дом максимилиана барсон в одиночку ты к нему даже близко не подберешься и ты мне в этом поможешь мы поможем друг другу тогда к делу если можно чтобы заполучить этот дом нужно попасть в сокровищницу хорста а добром он тебя не пустит налет это плохая идея у тебя найдется получше отыщи травника под оксинфуртом спроси у него вытяжку из кровавника он поймет зачем ты пришел если в тянешь меня в какую нить увидимся надеюсь надейся но этот все видел и все слышал вот такая вот история связам откройте ну что на этом предлагаю закончить серию сегодня избавлюсь от этой надоедливой мышки которая здесь преследует теперь и продолжим этот дом династии барсовый доставать с вами был верус на сегодня все всем добра пока пока